Привет, здорово! Как твои дела? Пиши в комментариях, и будущий секретарь, возможно, опубликует твои комментарии, если не в темпе. Меня зовут Макс Александрович, и я представляю этому внимание свой жизненный путь. Книга называется «Беседы современной молодежи», поверенная на практике, лайфхаке для тех, кто держит доску в явлении на простовах интернета. В книге собраны все мои ошибки и падения, но, несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это будет война без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню, как профессионал от сайта строения. Адрес странички ВКонтакте 316-05-878. Итак, рассказ номер 12. Два способа попасть в отелок Янтеса. Сегодняшняя история переносит тебя, друг мой, в 10 ноября 2013 года. Санюбер! Скидывай мне ссылку на ролик на ютубе. Бабка реальной видео, чемпион по Mortal Kombat и Spider House 1996 года. Очень интересный ролик. Я. Побольше таких бабушек. Работа на майнер. Ссылочка. Интересные высказывания. Как освободишься почитать. Кандидаты не ищут работы в социальных сетях. Активные соискатели в социальных сетях, таких как LinkedIn или Twitter, не сильно повышают их шансы найти работу, являются исследователями. Социальные сети очень популярны среди тех, кто ищет работу или расширяет сеть своих контактов. Но когда речь идет о конкретных вакансиях, прибегать к помощи СССР сетей безмысленно. Выислили специалисты при крутинговой кампании. ПИПКО. Остальное здесь. Ссылочка. Для тех, кто может быть не поймет, о чем статья, задаю вверх. Хотелось бы услышать мнение на сей счет коллег. По несчастью в поиске, может быть, какие реальные предложения от них же и сотрудников. Линка, для повышения КПД данного ресурса. 2013 год. Хороший конец, только если бы это все было правдой. Ты что делаешь? Ссылочки в скидки скинул на. Трус-той, как пол. Для проверки любого сайта. Саня, можно вопрос? Садовай! У нас сайт. На остальные не похож? Не похож. А что? Как попал, пока покупать, сказал Афьян, Саня. Як. Существует два способа попасть от этого в Яндекса. Первый, бесплатный. А еще долгий и очень часто недостижимый метод. Чтобы попасть в Яндекс, нужно прочитать правила и требования Яндекса. Если ваш сайт соответствует правилам, тогда подаем заявку сюда и ждем. Обратите внимание на то, что чем больше список сайтов, выбрики, которые относятся к вашему веб-ресурсу, и чем больше ваш сайт похож на другие сайты, в этой категории не меньше у вас шансов попасть в каталог бесплатно. И второй, платный. Даже он на 100% не гарантирует попадание в Яндекса. При отказе на добавление на платной основе повторное рассмотрение возможно только через срок больше месяца. Вот дают мошенники какие-то прям. В Яндексе каталог принимаются сайты с интересной информацией, определенной целевой аудиторией, сайты с уникальным и полезным контентом. Сайты с хорошим дизайном и юзами. И понятной внутренней структурой. Во время рассмотрения платной заявки советую убрать все сообщения с сайта по продажу рекламы, ссылок к самому рекламу. Цена предъятия в каталоге 12500 рублей, с НДС 14750 рублей. Деньги снимаются только в случае регистрации, а не просто в продаче заявки. В моем случае у сайта уже было значение ТИТ-120, набитое почти за два месяца. Болос уникальный контент. Подавая заявку на бесплатной основе, не ледитесь написать хорошее описание к сайту, которое без заговора попадает под требования Яндекса. Прошло две недели, наш сайт принял в Яндексе. Очень быстро и просто, если соблюдать себя. Это было примечание одного из клиентов. Зачем вообще нужен Яндексе? Нужен ли вообще? Первое. Чем выше ТИТ с вашего сайта, тем больше уникальных посетителей будут приходить на ваш сайт с Яндекса. Если коротко от ТИТ и показывают порядок расположения ресурса в рубриках Казалова Яндекса. Второе. Если вы продаете ссылки по ТИТ и наличие сайта в Яндексе, могут увеличить их цену в ГРС. Третье. Завоевание топовых позиций в Яндексе, ПВЧ, МЧСЧ запросов. Иногда просто невозможно приблиться в ТОП без наличия сайта в Яндексе. Саня, вот здесь и человек близкий свою объял. Работа на дому Джордж Хоу. А не до... А, кстати, не до дня. Короче, парень приходит в церковь, отец. Мне надо исповедаться. Ну давай, сынок, облегчи свою душу. Ну а на той неделе... Ну я на той неделе подруге помогал в шкаф УП собирать. Забрали, пошел дождь. Она говорит, ну, куда ты в такой дождь пойдешь? Оставайся. Ну и остался. И ее, короче, туханул. А несколько дней назад жене друга помогал обоих клеить. Наклеили и дождь пошел. Она говорит, ну куда ты в такой дождь пойдешь? Посиди пока, подожди. И я ее туханул. А вчера друг в гараже помогал машину ремонтировать. Ремонтировали и дождь пошел. Он говорит, ну куда ты в такой дождь пойдешь? Оставайся, выйдем. Ну мы допились, и я его туханул. Что мне делать, отец? Иди на! Уй, отсюда, пока дождь не пошел. Ха-ха-ха-ха. А вы не тот супер. Ха-ха-ха-ха. Вот тут еще объяву можно изместить. Mercatus.net и Trustor.com Я тут сайт проверяю, не знаю, не год дать, естественно. Все, конец рассказа. Подписывайся, друг, на мой плейлист. Каждую субботу ты будешь раззнакомлен с новым госталом. И с моим журнам. Все честно, все по-честному, ничего не придумано, все по-настоящему. Очень даже интересно. Жизненно интересная штука. Все, пока-пока. Подписывайся. Подписывайся, подписывайся на канал. Подписывайся. Подписывайся. Подписывайся, подписывайся, подписывайся. Подписывайся, подписывайся, подписывайся. Подписывайся.